Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Фрешлайф 28 и в традиционной рубрике Разобор полетов. История Паши. Как похудеть, как изменить сознание и как не свалиться в запой и в зажор, когда ты узнаешь, что тебе предстоит операция на позвоночнике. Поехали! Что ж, друзья мои, как я всегда говорю, канал Фрешлайф 28 это не канал о том, как сбросить сколько-то там килограмм, хотя наш герой красавый сбросил достаточно много, хотя никогда в жизни спортом не занимался. Наш канал о том, как изменить сознание. И как можно пережить такую информацию о том, что тебе грозит серьезная операция, серьезно ограничивающая впоследствии твои движения, да, то есть операция на опорно-двигательном аппарате, и не ударится в запой, в зажоры и так далее. А в этом нашему сегодняшнему герою, Паше, огромное тебе спасибо за видео, помогли знания о когнитивных искажениях и психожизни. Ну и про похудение его и котика тоже, конечно. Хотя насчет котика я пошутил. Встречайте. Здравствуйте. Меня зовут Паша. Мне 29 лет. Живу в городе Владимир. Хочу с вами поделиться своей историей, своими промежуточными результатами. А за время знакомства с каналом Фрешлайф 28 за 2 года. Вот. Антон Олегович, спасибо за просветительскую деятельность, за все то, что ты делаешь, ты крутой. Продолжай в том же духе. Классно. Спасибо. Ребята, которые записывают видео «Разбор полетов», вам тоже огромное спасибо. Вы все очень классные, очень крутые. И спасибо вам. Для меня вообще это первый опыт какой-то записи видео какого-то. Никогда не было довольно страшно, если честно, все это делать. Ну, да ладно. Будем рассказывать, значит, свою историю. У меня здесь есть конспект, на который легла кошка. Поэтому, наверное, конспекта это не будет. Вот. Ну, что хочу рассказать о себе. Всю жизнь никогда не занимался спортом. Был большим, толстым пацаном. Начиная даже с садика и заканчивая вот 2022 годом, скажем так, да. То бишь, дети все в садике были, там, 15-20 килограмм весили. Я там уже 30 килограмм весил в школе. Тоже там большие веса были. Ну, сейчас не вспомню уже. Ну, довольно большой на фоне всех остальных маленьких. И выделялся всегда. Никогда не занимался спортом вообще абсолютно никогда. Никаким. Даже там в школах, когда учился, тоже ни на какие физкультуры не ходил. Никогда ничего. Вот. И, соответственно, всегда был большим, крупным ребенком. Началось знакомство с каналом Fresh Life 28. В 2021 году началось знакомство с каналом. Когда я на тот момент работал электрогазосварщиком. И на работе у нас человек один. За буквально полгода похудел на 40 или на 50 килограмм. Очень сильно похудел. Прям преобразился. Стал другим человеком. Я к нему подошел, говорю, что с тобой случилось? Как ты так похудел сильно? Не болеешь ли ты? Такие вопросы от меня звучали странные, конечно. И он мне, собственно, рассказал, что есть канал такой Fresh Life 28. Человек там рассказывает про дробное питание. Сходи посмотри. Я тогда уже весил 125 килограмм. Поэтому, да. И пошел, значит, смотреть, изучать через какое-то время канал Fresh Life 28. Ну, естественно, пятый и двенадцатый ролик. Все вот это вот. Продробное питание. Белки, жиры, углеводы. Как что? Режим, гормоны, иммунитет. Как вот это все работает у нас в организме. Отеки. Все вот это вот я начал изучать. Вот. И хочу рассказать про свое состояние. Когда я был большим, когда весил 125 килограмм, состояние, конечно, было ужасное. Я ходил там с трудом на третий этаж подняться было с отдышками постоянными. Давление 140 на 90, там 150 на 100. Это было стандартно. Я его даже и не чувствовал. Но у меня такое давление было постоянно. Пульс 110. 100-110 ударов в минуту. Это тоже всегда был стандарт. Ну, такое довольно сильное напряжение. Еще очень сильно болела поясница. Очень сильно болела поясница. Вот. Я пошел к врачу. Говорю, поясница болит там туда-сюда. Ну, говорит, надо сделать это, это, это. Ну, и похудеть, конечно. Потому что веса большие, нагрузка большая на поясницу. Все, похудеешь, нормально все будет. Вот. И в декабре месяце я... В декабре месяце 2021 года я начал худеть. Я сделал себе дробное питание. Знаете, никогда не считал калории. Один раз единственный я посчитал, сколько мне надо на веса белков, углеводов и жиров. Соответственно, сделал себе дефицит 10%, не больше. И от этого и кушал. От этого и играл, так сказать. Начинал кушать. Дробно, с соблюдением режима. Шесть утра встал, полседьмого завтрак. Каждые три часа вечером там клетчатка с белком. Вот. Пить очень много воды. По три, по четыре, по пять литров воды в день. Там это не составляло труда это все сделать. Вот. Ел, пил. Хорошо. За первые три недели у меня получилось минус шесть килограмм. Состояние заметно улучшилось. Прямо, ну, прилив сил, бодрости, ясность ума, пропал туман. А, вот. До похудения хочу рассказать вам, что, ну, я вообще ел абсолютно все. В любое время дня и ночи, в любых количествах. Жирное, жареное, сладкое, фастфуды, там, полуфабрикаты. Вообще все это еще обильно запивалось козировками, пивом запивалось все это дело. Вот. Ну, вообще бесконтрольно. То есть, я не следил ни за чем вообще. А с алкоголем, как с таковым, ну, проблем у меня не было. То есть, я пил пиво, да, в больших количествах даже иногда пил пиво. Вот. Крепкий алкоголь практически не пил. И когда понял, что алкоголь и похудение это несовместимы, я просто его отменил, перестал пить. И, соответственно, не пью и до сих пор. И нету в планах бухать. Как бы, ну, мне это не надо, в общем и целом. И как-то вот начал, да. Буквально за пять месяцев я там скинул уже. Честно, не помню. Вот. Это моя ошибка, конечно. Конечно, то, что свои результаты я не запечатлял нигде. То есть, ни на фотографиях, нигде не записывал. Сейчас я смотрю, что это, ну, довольно такая сильная ошибка. Потому что, вот, когда я уже похудел сейчас в данный момент на 45 килограмм, у меня, ну, уже все видно. А на тот момент, когда я похудел, например, на 20 килограмм, я смотрел в зеркало, ну, и ничего вообще не менялось. Ну, просто видно было, что висит одежда. И надо менять полностью весь гардероб. Потому что одежда реально очень сильно висела. А, ну, так, в общем и целом, я лично не замечал. Но начали замечать уже другие люди. А уже другие люди начали замечать, когда я похудел буквально даже на 20 килограмм. Говорят, ничего себе, ты как похудел, тебя прям не узнать. Мне это казалось, я не знаю, ну, как-то листят что-то специально. Не понимал вот этого. Вот. Но уже было довольно интересно, когда стало очень много народу какого-то. Ну, мало знакомого, какие-то соседи там, еще кто-то. Начали замечать, что я худею, соответственно, мне это говорит. Ничего себе, ты как похудел. Все это так взбодрило, нравилось. Но после двухсотого раза, когда тебе это сказать, как-то уже к этому относишься, что ну да, да, похудел. А, нормально. К сентябрю месяцу, да, получается, с декабря по сентябрь я похудел на 42 килограмма. Нормализовалось давление, пульс, вообще никакой отдышки. Все это, все было, ну, все можно было делать, вообще не напрягаясь, куда-то по лестнице подняться хорошо, пройти там какое-то количество шагов. Все это было без проблем, главное, без всяких. Сердце не колотилось очень сильно, потливости не было как-то такой. Кушал я на дробном питании. Ну, собственно, я и сейчас продолжаю все, у меня та же самая система дробного питания, все. Белки, жиры, углеводы. Если углеводы, то это, конечно, макароны твердых сортов пшеницы, там гречка, перловка, булгур, полба. Это вот в основном мои углеводы, которые я, кстати говоря, проверил на глюкометре. Вот, посмотрел, как у меня организм на это все реагирует. И, собственно, вот, подобрал себе ряд определенных продуктов. Если белок, то это курогрудка, конечно, рыба почти вся, говядина. Рыба-то, кстати говоря, даже селедку ела и скунгрию, в принципе, да, мне нормально, в принципе, это. Вот, говядина, курогрудка, вот, рыба, все вот это вот, да, творог обязательно. Если по жирам, то это масло, иногда сало, масло сливочное, подсолнечное, там, рафинированное, нерафинированное, оливковое, льняное, там, всякие масла. Плюс я еще кушал витамины, ну, сейчас тоже продолжаю некоторые есть, то бишь это ВАД, мультивитамины, витамин Д, ацетилл-каронитин и омега-3. Вот, это четыре таких добавки, которые я ем. Хочу еще отметить один момент, один момент рассказать. Так как я уже говорил ранее, что когда я начинал худеть, я ходил к врачу и узнал, ну, поясница очень сильно болела, конечно, да. И с поясницей довольно серьезные проблемы были, оказывается, на тот момент. Все это время, пока я худел, делал себе дробное питание, все вот это, у меня, как получалось, я один месяц, у меня, получается, я лечился с врачом, делал обезболивающие там всякие, ну, там много всяких процедур. Вот, потом боль отпускала, ходил месяц на работу и потом опять месяц на больничном. И все это время, это вот до октября месяца. А проблемы с поясницей были довольно серьезные, там получилась грыжа, смещение, вот. И впоследствии, в общем, мне в октябре месяце, 26 октября 2022 года, мне сделали операцию на позвоночник. Хочу сказать, что на момент, когда я уже похудел на 42 килограмма, это в сентябре месяце, к сентябрю, в сентябре уже было довольно сложно ходить. У меня постоянно отнималась правая нога, была ватная она постоянно. Постоянно сходить в магазин куда-то за продуктами или в больницу, в больницу вообще это, да, отдельная история. Но вот за продуктами буквально 150 метров у меня от дома магазин, вот туда, чтобы за продуктами сходить, это целое приключение. Либо пять шагов сделал, согнулся, боль отпустил и дальше пошел. Ну, либо от лавочки до лавочки постоянно. С сентября месяца уже довольно-таки сложно было, да, засидеть, ходить и лежать, спать адекватно. У меня получилось так, что, ну, постоянно на таблетках сидел, обезболивающих, там, противовоспалительных всяких, вот. Вот довольно много, довольно долго это все происходило, с сентября по октябрь, по 26 октября, пока мне не сделали операцию. Все это время я, конечно же, был с каналом Fresh Life 28, уже изучал психологические защиты, когнитивные искажения. Все это изучается до сих пор. И на тот момент у меня были определенные знания о глубинной психологии. И все вот это, и вот это вот помогло мне пережить морально этот момент, ну, как-то, знаете, без тревожностей, без зажоров каких-то, без паники. Морально тяжело, физически было тяжело ходить, передвигаться, постоянная боль. А морально все это было пережить, ну, довольно легко, знаете, то есть я не зажирался, не паниковал, меня не пугал какой-то фактор неизвестности, ну, вот. И мне это очень помогло, вот эти вот два месяца перед операцией довольно жестких, довольно сильно, потому что, ну, очень сильно было все вот это вот переживать. Вот, но эти знания по глубинной психологии, когнитивным искажениям очень сильно помогли. После того, как мне сделали операцию, мне поставили, там, удерживающую конструкцию, там, косвенная имплантация, там, ну, еще всяких. Много штук. Довольно таких, вот, довольно сложная операция, вот. И после нее был период восстановления, 4 месяца, то бишь, за эти 4 месяца мне было, а мне нельзя было сидеть, можно было только ходить, стоять и лежать. Вот, два месяца я вообще, то бишь, не присаживался, не садился, ничего. Вот, нельзя было. Но, вы знаете, когда я уже, я уже на тот момент так нормально похудел, и для меня не составляло проблем ходить по 10 тысяч шагов в день, 15 тысяч шагов, 20 тысяч шагов потихоньку, аккуратно. То бишь, я практически постоянно садил, было классно. В этот период я не разжирался. У меня был вес 82 килограмма. Ну, он плавал немножко, 82-84 килограмма, не больше. А на период восстановления я кушал, ну, чуть больше, чем надо, либо в нулях, либо, ну, возможно, с чуть-чуть большим профицитом. Вот, ну, чтобы организм восстанавливался, восстановление, чтобы лучше происходило. Вот. И 82 килограмма они были, были до определенного момента. Когда у меня закончилась реабилитация, я уже к тому моменту купил себе штангу, гантели, за все вот дома у меня тут есть вот эти инструменты всякие. Вот. Потому что врачам спасибо большое, все сделали очень хорошо, ничего не говорю. Но много меня лично не устроила концепция того, что некоторые специалисты говорят, что ты, ну, ты там в 29 лет свои ничего не поднимай, тебе нельзя. Ты там сиди работай за компьютером, без резких движений ничего не делай, ни в коем случае это нельзя, то нельзя. Ну, меня немного эта концепция не устроила, поэтому я сам разбираюсь, ну, и в данный момент разбираюсь, и раньше тоже разбирался, для себя читал книги, что такое мышечный каркас, как это все укреплять, что можно, что нужно, что не нужно. Ну, и, собственно, купил на этом фоне себе штангу и гантели. И, ну, дома начал немножко заниматься с этим всем. Поначалу было очень тяжело работать, вот, даже с грифом 7 килограмм. Потому что я себе сделал систему, которая максимально снимает нагрузку, снимает напряжение с поясницы, чтобы, не дай бог, там металлоконструкция не повело ее, чтобы винтики не раскрутились. Вот, поэтому я занимаюсь в основном лежа. Начинал я с 7 килограмм заниматься. Вот, было довольно тяжело, потому что я никогда все-таки спортом не занимался, и мне эти 7 килограмм давались очень-очень сильно. И эти 7 килограмм мне давались очень-очень сильно тяжело, потому что это какая-то и крепатура, и все, но я еще занимался растяжкой. Вот, и хочу сказать вам, а, да, забыл еще сказать, что когда я начал заниматься с весами, я себе сделал чуть-чуть небольшой дефицит и похудел до 80 килограмм. И, соответственно, 80 килограмм сейчас я себя держу, поддерживаю эти 80 килограмм. То бишь не разжираюсь, ничего, так же, все, 80 килограмм сижу в нулях, так сказать. В планах у меня сейчас скоро сесть опять на дефицит, продолжать заниматься со штангой и похудеть еще на 10 килограмм, потому что у меня, ну, очень плохое качество тела, постоянно висит кожа. Ну, много лишнего жира, который хотелось бы убрать, все-таки дохудеть. 10 килограмм вот этих вот, и, соответственно, пойти в спортзал и набирать качественно мышечную массу. Медленно, спокойно, не разрываясь, ничего. Кстати, спасибо Артура Шоточу еще большое. Да, ваши советы очень помогли по растяжке, по тренингу, чтобы не убиться. Вот, тоже довольно много информации я от вас усвоил, спасибо большое. По поводу весов, не знаю, если кому-то интересно, то когда я начинал заниматься, то у меня были веса 7 килограмм. А сейчас некоторые упражнения свои, есть у меня где 30 килограмм я делаю, есть некоторые 15 килограмм, 16 килограмм, больше не делаю, комфортно себя чувствую. И по прошествию 7 месяцев, пока я занимаюсь, хочу сказать, что состояние такое, что как будто мне не делали никакую операцию, я себя чувствую прекрасно, без всяких проблем абсолютно, никаких проблем нет. А я надеюсь, что через какое-то количество лет, возможно, я запишу видео для Зала Славы. Да, было бы здорово. Ребята, которые в начале пути, в своем, хочу вам пожелать, чтобы у вас не было сомнений, делайте, изучайте канал Fresh Life 28, очень много полезной информации. А если вдруг у вас есть какие-то люди, которые знают, как вам лучше жить, я вам еще желаю послать их в пешее эротическое путешествие. Впитывайте в себя солнечный свет. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.